МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Жамбылской области жители жалуются на качество отремонтированной дороги. На эти цели в этом году было выделено более 10 миллионов тенге. Сумму уже освоили на 73%. Однако, по словам жителей Шуйского района, обновлений после реконструкции они не видели. Это улица имени Булуан-Шулака, села Толиби. На ее средний ремонт выделили 68 миллионов тенге. Сейчас реконструкция близится к завершению. Но насладиться ездой по хорошей дороге жителям не удалось. От бездорожья сельчане страдали несколько лет. Чтобы добраться села Жан-Ажол в город Шу, водителям приходилось ездить по объездной дороге, проезжая лишние 20 километров. Казалось, что с проведением ремонта проблема дороги решилась, но водителей не устраивает качество работ. С этой проблемой жители обратились в общественный районный совет и к местным депутатам. Сейчас работает специальная комиссия, которая выявит все недочеты. За качеством работы обещают следить и в областном управлении строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Всего на развитие транспортной инфраструктуры региона выделили более 10 миллиардов тенге. Ремонтом охватят 486 километров дорог. Также в их числе реконструкция и строительство мостов. За первое полугодие Монгоставская область вышла в лидеры по вводу жилья в привлечению инвестиций. За шесть месяцев в регион было инвестировано 256 миллиардов тенге. Это позволило реализовать 17 новых проектов. Еще 30 планируют запустить до конца года. В области активно внедряют зеленые технологии. Строят ветровые и солнечные электростанции, дороги и социальные объекты. Одно из важных направлений в социально-экономическом развитии области – внедрение зеленых технологий. В этом году введена в строй солнечная электростанция на 5 мегаватт. Ветряную станцию с той же мощностью сдадут уже во второй половине года. Кроме того, через месяц начнется строительство еще одной ветряной электростанции на 43 мегаватта. В области отмечают и рост объема привлекаемых инвестиций. Для работы с инвесторами создан проектный офис. Уже во втором полугодии в регионе начнут реализацию еще 30 новых инвестиционных проектов на почти полтора триллиона тенге. Среди них – опреснительный завод, газохимический комплекс, реакреационная зона для туристов и завод по переработке нефтяных шлаков. Область не отстает и по темпам ввода жилья. До конца года здесь ведут в эксплуатацию почти миллион квадратных метров. Что же касается социальной сферы, то сейчас в регионе работают над ликвидацией трехмесячного обучения в школах. Для этого к новому учебному году сдадут 9 школ на 6300 мест. А для самых маленьких жителей области были открыты 10 дошкольных учреждений на почти тысячу мест. Еще 23 детских сада будут сданы в эксплуатацию к концу года. 659 тысяч квадратных метров – это более одного квадратного метра на человека за полугодие. В среднем по Казахстану сегодня у нас в год 0,31 квадратный метр жилья вводится. То есть у нас этот показатель в разы выше, чем в остальных регионах. Минская область уже завтра и первый может перешагнуть рубеж в миллионную отметку. Регион вырвался вперед несколько дней назад. Здесь собрали более 960 тысяч тонн. То, что каравай в этом году будет меньше, связывается погодой. Но уверяют, что продовольственная безопасность не пострадает. Чуть больше 100 тысяч тонн минским аграриями уступает Брещено. В тройке лидеров традиционная и Гродненская область. Всего убрано более 60% площадей. В жаркую пору к уборочной особое внимание. На прошлой неделе президент побывал сразу в двух областях – Минской и Витебской. По предварительным расчетам общий намолот по стране ожидается около 7 миллионов тонн. Потерь допустить нельзя, потребовал Александр Лукашенко. Для этого в первую очередь нужно усилить дисциплину на полях. Каждый год погода вносит какие-то коррективы. Если год ложится хорошо на зерно, не совсем удачная кукуруза. Если, будем говорить, не совсем добираем по зерну, прекрасно растет кукуруза. Поэтому, в целом, я думаю, зерно в том объеме, который необходим для Минской области, мы наберем. Россия возобновила поставки пшеницы в Бразилию. Впервые за 8 лет из Калининградской области отгружена партия более чем на 26 тысяч тонн. Россельхознадзор отмечает, что специалисты ведомства уже согласовали все условия экспорта. Отправленный груз прошел необходимые лабораторные исследования. Он полностью соответствует карантинным фотосанитарным требованиям Бразилии и допущен к вывозу без ограничений с принимающей стороны. Отметим, что южноамериканское государство ежегодно импортирует около 7 миллионов тонн пшеницы. Загласно прогнозу Минсельхоз России, экспорт зерновых в ближайший год, начиная с 1 июля, ожидается на уровне 45 миллионов тонн. А вот Европе грозит повышение цен на зерно и другую сельхозпродукцию. Это связано с аномальной жарой. Эксперты предполагают, что в этом году неурожай в Евросоюзе и странах СНГ достигнет трехлетнего минимума. Есть вероятность, что мировой запас зерна снизится до уровня пятилетней давности. Президент призвал руководителей регионов обеспечить соблюдение технологий в ходе уборочной. Александр Лукашенко подчеркнул, что в нынешних погодных условиях, когда в стране ожидается недобор хлебов, особенно важно пополнить закрома кукурузой. При этом мощностей в стране хватает. Если не нарушать технологический процесс, то удастся собирать максимальный для этого сезона каравай. Речь шла и о другой продукции сельского хозяйства, в частности о молоке и мясе. Президент потребовал. Рост цен по этим позициям быть не должно. Жесткий спрос будет не только с главы профильного ведомства. Что касается обеспечения продовольствием, в приоритете, конечно, внутренний рынок. Но нужно понимать, что спрос увеличится и на внешних, прежде всего в России. Выходить в поле, не готовым технологически к посеву, нельзя. Просто не надо сеять. За это ответят губернаторы и соответствующие министерства на всю катушку. Хватит уже дурью заниматься и обманывать самих себя. В пустую, как крестьяне говорят, землю, зерно, власть преступную. Подготовьте, как надо, почву и посейте в агротехнические оптимальные сроки. С соблюдением полностью агротехники. Не успеваете – не делайте. Губернаторы, если какие-то руководители предрайсполкома это не успевают делать, отдайте эти земли тем хозяйствам и предприятиям, которые нуждаются в зерне, прежде всего. Но это надо сделать сейчас, чтобы они вовремя могли подготовить почву и посеять, и забрать это зерно. Почему надо сегодня быстро закончить? Для того, чтобы подготовить комбайны, те, которые будут работать на уборке кукурузы, и крестьян, механизаторов подготовить к этому. Кукурузу потерять нельзя. Она даже в Витебской области даст зерно. Надо законсервировать зерно кукурузы, положив ее в полиэтиленовый рукав. Прекрасный корн. Китай готов к затяжной войне и не боится пожертвовать краткосрочными экономическими интересами. Об этом пишет национальная газета «Поднебесный» Хуан Суши Бао. Другое китайское издание, Жень Минжи Бао, заявило, что желание Трампа заставить других сниматься в его драме – несбыточная мечта. После заявления президента США о том, что он одержал верх в торговой войне с Пекином, китайские власти решили опустить американского лидера на землю, заявив через национальные СМИ, что их страна готова выдержать все экономические потрясения. Первыми под удар ответных китайских санкций попадут говядина и свинина из США. Китайский бизнес не понесет катастрофические потери, так как в его арсенале альтернативные поставщики из Австралии и стран Европы. Обычно мы платили США 24-процентную пошлину на поставки свинины, а сейчас мы должны платить в два раза больше. Но в первую очередь от повышения тарифов будут страдать как раз американские производители. Их прибыль заметно упадет. В Южной Корее продолжается расследование в отношении компании BMW. С начала этого года в стране произошло уже 27 случаев произвольного сгорания моторов в автомобилях немецкого производителя. На прошлой неделе Министерство транспорта Южной Кореи объявило, что расследование будет основательным и прозрачным, а за ним, если потребуется, последуют дисциплинные меры. Компания планирует начать отзыв в дизельных автомобилях 3-й и 5-й серии. Она говорит, что причиной возгорания мог стать дефект в системе рециркуляции отработанных газов. В минувшую пятницу 13 южнокорейцев подали на автопроизводителя коллективный иск. Каждый потребовал компенсацию в размере около 4,5 тысяч долларов. Истцы говорят, что боятся садиться за руль, поскольку дефектные детали могут загореться. Южная Корея в объемах продаж импортированных авто BMW уступает только компании Mercedes. При этом за последние пять лет продажи немецкого автогиганта возросли более чем в два раза. Мы искренне просим прощения за то, что причинили людям и правительству беспокойство и заставили их переживать из-за недавней серии возгораний. С 20 августа мы решили начать полномасштабный добровольный отзыв по всей стране, который затронет около 106 тысяч автомобилей. Антииранские санкции США вступают в силу. Очевидно, что они больно ударят по экономике страны, которая едва оправилась от потрясений прошлых лет. Но президент Ирана Хасан Рухани остается непреклонным, отзываясь о переговорах с Дональда Трампом по новой ядерной сделке на диктуемых штатами условиях. В 2015-м Иран и ряд других крупнейших мировых держав подписали совместный всеобъявлющий план действий. В обмен на снятие ограничительных мер Тегерана взял на себя обязательство вернуть свою ядерную программу. Но в мае нынешнего года Трамп заявил о выходе из соглашения. Оно, по его утверждению, не умерило ядерной амбиции Ирана, на которой продолжил проводить агрессивную внешнюю политику на Ближнем Востоке. Израильский премьер Беньямин Ниньяхо один из первых приветствовал восстановление санкционного режима в отношении Тегерана. Но Евросоюз призыву не последовал. Глава дипломатии ЕС Федерико Маггерини, министр иностранных дел Франции, Германии и Великобритании договорились поддерживать эффективные финансовые каналы с Ираном и сохранить экспорт нефти и газа из этой страны. Споры с Вашингтоном на сторону Тегерана встали также Пекин и Москва. Бруссель также разработал меры по защите европейских компаний от санкционного режима. Так называемый блокирующий статус отметил действия американских санкций в отношении Ирана на территории сообщества. Отныне терпящие убытки предприятия могут подавать на США в суд. Тем не менее, компании, имеющие экономические интересы в США, постепенно уходят с иранского рынка. На их место, согласно прогнозам экспертов, должны прийти Индия, Турция, Китай и Россия. Пока одни немецкие фермеры проклинают палящее солнце за выжженные сельхозугодия, другие благодарят за богатый урожай. В Германии из-за аномальной жары виноград созрел в рекордно короткие сроки. Местные виноделы пожинают плоды своих трудов с опережением графика на две, а то и три недели. Официально сбор урожая начался 6 августа в ряде винодельческих регионов. Теплые дни здесь наступили уже в апреле, поэтому цветочные лозы начались раньше обычного. Из этого винограда произведут молодое вино Федервайзер, игристый зект. До созревания остальных сортов придется подождать, но отсутствие влаги может лишить виноделов следующей партии обильного урожая. Редактор субтитров А.Семкин